Сколько длится течка у собак мелких пород, и как часто бывает. Период течки является очень важным в жизни собаки любой породы. Именно в это время может случиться нежелательная беременность, непредвиденная проблема со здоровьем. Поэтому хозяевам собак любых пород, особенно маленьких, следует владеть информацией о признаках, длительности периода и особенностях. Течки у разных пород собак. Как проходит процесс течки у собак. Первая течка у собак происходит в возрасте от 6 месяцев и даже до 2 лет. На это оказывают влияние порода животного и генетическая наследственность. Чаще всего это период от полугода до года. Течка представляет собой период половой активности у самок, во время которой животное может забеременеть. Период течки очень важен для каждой собаки. Важно! Нужно помнить, что появление течки у самки не говорит о ее готовности к вязкам. Опытные собаководы и ветеринары советуют не торопиться с процедурой и не проводить вязки с собачками моложе 14-15 месяцев, а также старше 7 лет. По характерным признакам период течки подразделяется на несколько периодов. Проэструс – длительность от 7 до 10 дней. Характеризуется изменениями как в поведении животного, так и специфическими физиологическими процессами. Животное начинает требовать к себе повышенного внимания, ставить метки во время прогулки, однако кобелей к себе еще не подпускает. В этот период для петли суки характерно набухание, потом начинаются выделения с кровью. Эструс – период, во время которого существует наибольшая вероятность зачатия. Мед и струс. На данном этапе состояние матки и петли нормализуется, возвращаясь к естественному. Выделения исчезают, а поведение становится характерным для животного. Иногда бывают случаи, что собака по завершению процесса течки, даже если оплодотворение не произошло, может проявлять симптомы ложной беременности. Во время течки меняется характер животного. Как долго продолжается эструс у собаки? Эструс длится обычно в среднем 3-10 дней. Для первой течки характерно более быстрое ее завершение. В этот период поведение животного изменяется кардинально, что невозможно не заметить. Даже самые скромные и спокойные собаки начинают проявлять знаки внимания к кобелям, принимать характерную позу, выгибать хвост. Обратите внимание. Животное начинает расставлять метки буквально на каждом шагу, а некоторые суки даже могут лизать метки, оставленные кобелем. Физиологические перемены заключаются в том, что выделения теряют интенсивный окрас, становятся более скудными, представляют собой мажущиеся выделения слегка розового цвета, а то и вовсе исчезают. Петля приобретает рыхлость и мягкость. Именно в период эструса случается овуляция, яйцеклетки выходят из яичников и дозревают в матке. Продолжительность эструса у разных пород. На вопрос, сколько раз в году у собаки бывает течка и как долго длится этот период, точно ответить затруднительно. На процесс оказывает влияние большое количество факторов, как внешних, так и связанных с индивидуальными особенностями животного. Становление цикла происходит после двух-трех течки. Поэтому хозяевам нужно вести соответствующие записи, позволяющие контролировать процесс. Факторы, влияющие на длительность эструса. Сколько будет продолжаться у животного фаза эструса, зависит прежде всего от породы. Кроме того, на длительность данного периода влияют Гормоны Чем чаще сука контактировала с кобелями, или живет в одном помещении с ними, тем продолжительнее будет эструс. Наследственность Как и многие другие особенности, эструс зависит от набора генов, полученных от предков. Освещение Чем дольше будет длиться световой день, тем дольше будет длиться течка. Течка у собаки, сколько длится и как часто бывает. Как часто у собак бывает течка, зависит от условий ее проживания. Так, у взрослых животных, живущих в доме, она происходит дважды в год. А вот для собак, ведущих более активный образ жизни в условиях частного дома, характерна одна течка в год. Важно! Стоящим течком у своих любимец и присматривают для них подходящего жениха. Поэтому при наступлении ожидаемого периода и при отсутствии противопоказаний проводят вязку животных. Учитывая немалую стоимость многих маленьких пород, при недостаточном опыте владельцы собак в этом вопросе часто прибегают к помощи. Профессиональных заводчиков и специалистов по вязкам, чтобы избежать нежелательных последствий. Во время эструса животным рекомендуют носить специальные трусики. Если же в планы хозяев не входит разведение потомства, то за сукой. В этот период придется очень тщательно следить, буквально не спуская с нее глаз. Гулять нужно обязательно на поводке, максимально ограничивая контакты с кобелями. Также нельзя допускать садок кобелей на собаку, так как прервать в этом случае половой ягд будет практически невозможно. Обратите внимание! Период течки может пройти незамеченным, если собака относится к маленьким породам. Поэтому нужно тщательно следить, не появляются ли слегка различимые выделения розового окраса. Что делать при осложнениях? Во время течки и после ее завершения увеличивается вероятность возникновения различных проблем со здоровьем собаки. Это связано с тем, что в данный период организм животного более восприимчив ко многим инфекциям, так как по открывающимся каналам. Патогенные микроорганизмы могут проникать вглубь тканей. Источником инфекции могут служить Другие животные Купание Прогулки по улице Контакт с землей и травой Активные игры Чтобы избежать неприятных ситуаций и не допустить развития возможных осложнений, хозяевам нужно обращать внимание на Характер выделений Особенности окраса выделений и их возможные изменения Их частоту и количество Появление неприятного запаха Важно! Если состояние животного вызывает вопросы, причем это сопровождается потерей аппетита, повышенной жаждой, быстрой утомляемостью, то Нужно срочно обратиться к ветеринару Будет гораздо лучше, если опасения не подтвердятся, чем пропустить начало серьезного заболевания, что может иметь серьезные последствия Для здоровья питомца и даже может стать причиной его смерти За животным в процессе эструса нужно тщательно наблюдать и не купать в реке или озере Сколько длится течка у собак мелких пород зависит От наследственности и особенностей породы Индивидуален и срок, когда она появляется в первый раз Каждому хозяину собаки независимо от того, амстав это, хаски, немецкая овчарка, лабрадор или чихуахуа, нужно знать об основных симптомах Течки и о том, как себя вести Ведь подобное состояние – очень важный период в жизни каждого животного Особенно следует опасаться возможных осложнений во время течки, так как они могут иметь серьезные последствия для здоровья питомца А владельцам собак маленькой породы обязательно помнить, что у их животного течка может проходить незаметно